итак девочки следующий этап работы нашей нам надо сшить боковые швы то есть вот у меня полочка и спинка посмотрите я их кладу друг другу изнаночными сторонами то есть я сейчас буду вышивать вышивать все у меня уже с вышивкой зарапортовалась так сказать то есть сейчас мы будем сшивать так что этот шов будет незаметен прошьем по боковой части и выше и выйдем на рукав вот то есть один единый шовчик у нас будет я покажу только как он исполняется а вы уже самостоятельно конечно же всю работу проделаете уже без меня так находим угловую вот эту вот петельку чтобы соединить вот наши уголки ровненько видите вот я нашла здесь у меня ниточка была оставлена вот видите тут я смотрю даже такой моточек маленький то есть этой же ниточкой я сейчас буду шить сшивать сейчас мы пока соединили вот эти вот 22 крайних уголка теперь смотрите вот у нас кромочные петли обязательно находим кромочные петли не какие-то другие вот здесь кромочная петля ну вот откуда то начинаем ниточка выходит с этой стороны значит с этой стороны начнем с противоположной вот кромочная петля вот кромочная петля там перемычка я захожу вот так вот вот перемычку еду на противоположную сторону вот кромочная петля обе косички обе дольки косички берем подхватываем вот она ведь его туда загнулась ее надо обязательно сюда выправить и захватить вот именно вот эти две дольки косички найти вот то есть вот сюда я зашла две дольки косички видите вот они обе тут и вышла из следующей то есть я прошла вот под вот эту перемычку все подшили снова иду на ближнюю сторону то есть это у меня . это спинка сюда смотрю вот у меня вот здесь выходит ниточка вот она последний стежок то на черном конечно не очень видно но тем не менее я сюда же захожу иглой выныриваю под перемычку здесь проверила две дольки кромочной петли у меня на месте зашла сюда снова смотрим нас на противоположную сторону здесь вот и не две дольки косички то есть вот отсюда у нас выходила ниточка сюда же я захожу ищу следующую вот на кромочную меня следующие обе дольки косички остались под иглой и здесь вот она перемычка за перемычку схватила все потом так вот подтягиваем сильно далеко не уходите а то может плохо стягиваться и у нас получается красивый шов который остается на изнаночной стороне а здесь будет все ровненько если вы будете подхватывать только кромочные петли у вас будет красивая ровная лицевое полотно но если вы конечно без узоров вязали так вот они заходим прошили вот заходили мы вернее выходила ниточка следующую захожу ухватилась все таким образом сшиваем сейчас покажу что должно получиться посмотрите если вы будете захватывать только кромочные петли у вас вот так вот красиво притянутся дорожки лицевых петель и и будет такое ощущение как будто бы лицевое полотно цельное никакого шва здесь нет вот так аккуратненько сшиваем боковые швы и шов рукавчиков вот так вот так вот как вот так вот разница полив Nichts